Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Сознание современного человека сформировался устойчивый образ успеха, согласно которому вершиной жизни являются большие дома, дорогие машины, яхты, прислуга и масса возможностей ублажать себя. Человек задается вопросом «Что нужно, чтобы все это у меня появилось?» И тот же без скоребания отвечает «Деньги». Как следствие, он пытается достичь своих целей, и, следуя разумной на его взгляд мотивации, делать деньги. Однако не стоит и сомневаться, что таким образом он вряд ли добьется чего-то большего, чем возможность еле-еле сводить концы с концами. Фактически деньги делают только на монетном дворе. В остальных же случаях их зарабатывают. Мы получаем деньги, занимаясь какой-то деятельностью, в результатах которой заинтересованы другие. Так мы обеспечиваем потребности и запросы друг друга. Мы обмениваемся товарами и услугами. Но поскольку было бы чрезвычайно трудно, например, тащить быка в Детройт, чтобы получить взамен машину, мы используем деньги. Каждый день мы постоянно отдаем одно за другое. Меняем результаты своего труда на результаты труда других людей. И деньги – это всего лишь эквивалент, созданный для удобства обмена. Успех не является результатом денег. Как раз наоборот. Деньги являются результатом успеха, который приходит к тем, кто делает нечто значимое на пользу людям. Современный человек запрягает терегу впереди лошади. Он выдвигает на первый план деньги, вместо того, чтобы в первую очередь думать о том, что он может сделать для других. Творить, созидать, служить. К этому призывает жизнь и природа. И если вы будете следовать этому призыву, вам откроется вся неисчерпаемая благодать Вселенной. И тогда изобилие станет органичной частью вашей жизни. Тот, кто задается целью делать деньги, просто стремится к их накоплению. Но стержательство не может принести никакую пользу обществу. Поэтому такой человек изначально расписывается в своей несостоятельности. Не исключено, что на какой-то момент он добьется желаемого. Однако в его жизни никогда не будет настоящего процветания. Ибо он нацелен только на получение. И по закону взаимообмена ему рано или поздно придется отдать все до последнего гроша. Деньги являются причиной многих конфликтов. Их распределение в обществе приводит к революциям и войнам. В эпоху, когда чудо человеческого существования поставлено на верь содержимости материальными благами, вечные ценности оказались попранными в угоду вражды и ненависти. Ведь вместо Бога в душе человека заняли деньги. Они стали самоцелью, оправдывающей любые средства достижения так называемого благополучия. Но сколь жалок человек, получивший все, чтобы в конечном итоге осознать, насколько бессмыслено его богатство. Они не принесли ему душевного спокойствия, не остановили ход времени и не избавили его от страха перед старостью, смертью и тщетностью бытия. Единственное, к чему может прийти такой человек, это к внутренней опустошенности. Ведь всю свою жизнь он положил на то, чтобы уничтожить свою душу. Процветание и благодать есть истинное стремление Духа и несут в себе великий смысл. В то время как жажда денег ради денег не только не приносит пользы по итогу, но и приводит к душевной деградации, так как человек отвергает свое предназначение. Структура современного общества, основанная на взаимозависимости, заставляет каждого из нас прилагать массу усилий, чтобы получать деньги, необходимые для материального обеспечения своего существования. Нам нужны еда, жилье и множество разных вещей, без которых немыслим комфорт современного человека. И все это мы можем получить по большей части только при помощи денег. Таким образом деньги стали необходимым элементом жизни. С ними мы чувствуем себя увереннее. Они гарант нашей безопасности. Однако мы забываем, что настоящая уверенность всегда приходит изнутри, как отражение духовного мира. В США уже не одно поколение воспитано на мифе о материальных благах. И люди в своих стремлениях ориентируются на образ амбициозного человека, достигшего успеха. Но ни к чему хорошему это нас не привело. Реализация амбиций зиждется на философии волчьих законов, где выживает сильнейший. Человек идет по головам в своем неудержимом стремлении к лучшей жизни, которая представляется ему обилием материальных благ. Он хочет отвоевать свое место под солнцем, а для этого необходимо, чтобы другие подвинулись. Так он получает что-то, лишь отбирая у кого-то. Но для него это не слишком важно, ведь ему кажется, что богатства, которых он мечтает, являются гарантией хорошей жизни. Такая философия работает против человека. Когда лейтмотивом жизни является желание взять, отобрать, захватить, то в ответ можно получить только то же самое. Человек, для которого лучшие гарантии удовлетворения служат материальные блага, обречен на то, что вся его жизнь рассыплется в прах, оставив его в растерянности среди руин. Иисус говорил «Не собирайте себе сокровищ на земле, где море ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни море, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Относитесь к деньгам только как к условной мере успеха. Думайте прежде всего о том, какую пользу вы можете принести людям. Когда вашей целью будет служение обществу, то деньги к вам придут как форма благодарности. Возможно, даже не от тех людей, которые непосредственно пользуются результатами вашего труда. Но обязательно придут. Таков закон. Не думайте о деньгах. Они являются всего лишь результатом вашего служения. Получайте удовольствие от того, что вы в чем-то делаете мир лучше или облегчаете чью-то жизнь. Всегда старайтесь принести еще больше пользы. И тогда вас будет окружать истинное процветание, крепко стоящее на основах духа. Процветание появляется по закону взаимообмена. Это же относится и к бедности. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними», — говорил Иисус. Эти слова отражают великий закон всей жизни. К нам возвращается все то, что мы творим. Будет отнято у того, кто забирает. Будет дано тому, кто делится своим. И каждый будет видеть то, что думает. И все возвращается к своему источнику. Нам нужны деньги, чтобы позаботиться о себе. Но если мы хотим позаботиться о себе, мы сначала должны уделить внимание другим. Мы должны дать им что-то, и тогда нам вернется. Успех всегда обусловлен количеством и качеством нашего служения обществу. А деньги предназначены для того, чтобы как-то измерить это служение. Не всегда они справляются с этой задачей стопроцентно, но в любом случае они мера, и не более того. Вы наверняка не раз уже подумали о том, что многим людям удалось разбогатеть на обмане или насилии. Избегайте этого распространенного заблуждения. Не нужно делать преждевременных выводов и подводить итоги. Всему свое время. То, что несет в себе зло, обернется им же. Благосостояние, основанное на лжи, – это фальшивка, которая обязательно лишится своего поддельного блеска и надуманной стоимости. Настоящее благосостояние дается только в обмен на настоящее служение. Богатство человеку приносит деньги, которые являются эквивалентом честного труда на пользу общества. В основе такого дохода лежит постоянный акт творения. И нет предела процветания, исходящему из вечно творящего единого сознания. Разбогатеть можно, только обогащая жизнь других людей. И здесь снова нужно вспомнить, что все мы связаны друг с другом. Поэтому закон взаимообмена работает безошибочно. Если человек приносит пользу другим, то так или иначе награда его найдет. Если же деятельность человека ориентирована только на получение денег, то беды ему не избежать. Деньги – это не цель и даже не способ разбогатеть. Они являются всего лишь средством обмена, отражая ценность тех или иных услуг. Деньги появляются там, где есть деятельность, в результатах которой заинтересованы другие люди. А там, где нет пользы, не будет и богатства. Прежде всего нужно расстаться с идеей о том, что вы чем-то лучше других людей, и поэтому вам должно быть дано больше. Каждый из нас как батарейка в электроцепи, у которой есть минус и плюс. К нам не может прийти больше или меньше, чем от нас ушло. Сколько мы отдали, столько нам и вернется. Иногда, может быть, даже в течение длительного периода, нам кажется, что мы отдаем много, а получаем мало. Или наоборот, что мы получаем больше, чем даем. Но, в конце концов, баланс всегда восстанавливается. Не нужно думать, что здесь можно получить рекоты, скидки или преимущества. Жизнь не ведет с нами торговлю. Человек играет в эти игры сам с собою. Закон взаимообмена всегда в действии. Тот, кто понимает это, будет всегда создавать что-то на пользу людям и стараться расширить свои возможности служения. Иисус говорил, «А если кто заставит тебя пройти с ним версту, пройди с ним две версты, и служение ваше не останется без награды?» Но и вред, причиненный вами, вернется к вам же. Закон взаимообмена – это закон морали, справедливого вознаграждения, преступления и наказания. В чем же должно заключаться ваше служение? В том, чтобы создавать, а не стараться обойти других. Мы не извлечем истинные пользы ни для себя, ни для общества, если главной нашей целью будет конкуренция. Мы должны стремиться к тому, чтобы делать что-то новое, создавать новые рабочие места, новые рынки, новые методы. Каждый из нас – это неистощимый источник творения, неразрывно связанный с созидательной силой Бога. Мы все время создаем что-то своими мыслями, и это чудесное акт творения, который происходит каждую секунду, каждого дня. В нас заложен такой огромный потенциал знаний и умений, что мы можем смело браться за любое дело, которому лежит душа. Как говорится, Бог дает нити тем, кто плетет паутину. Если вы станете заниматься чем-то, что вас по-настоящему вдохновляет, вы обнаружите в себе бесконечную силу творения, которая вообще является сутью человека как такового. Реализуя этот заложенный в нас потенциал, мы можем достичь невиданных высот. Но когда мы игнорируем его, не даем ему раскрыться, это неименуемо приводит к бессмысленности и тщетности существования. Каждый мыслящий человек вскоре понимает, что в его распоряжении не только ум и определенные способности, но и энергия совершенно особого рода, которая как бы множит самую себя. Она открывается человеку, когда он отрекается от своей физической природы и осознает, что за рамками его личности существует великая общая сила, которую он может использовать, если, отбросив страх, разрушит стены своей отделенности и освободит божественные потоки этой силы внутри себя. Тогда в нем оживет вселенная, его голос будет подобен грому, его мысли станут законом, а его слова обернутся растениями и животными. Меня часто привлекает к участию в сделках по покупке и продаже нефтяносных участков. И время от времени мне задают вопрос, почему ты считаешь, что делаешь полезное дело, если люди порой даже не знают, какую прибыль они получат со своих инвестиций? Я обычно отвечаю, здесь в любом случае много пользы в той или иной форме. От развития нефтепромысловой индустрии выигрывают все. Мы ездим на машинах, живем в теплых обогреваемых домах, пользуемся товарами массового потребления. И это всего лишь несколько примеров. Работа в этой отрасли обеспечивает общество бесперебойными поставками нефти, столь важной в наше время для жизни каждого человека. Безусловно, есть те, кто зарабатывает больше других. Но это закон жизни, и ничто не может этого изменить. Если один вырывается вперед, это не значит, что другой проиграл. Ничего никогда не потеряно и не утрачено навсегда. Мы все выполняем великий замысел, когда участвуем в деятельности, результатом которой являются новые методы и новые достижения человечества. Когда я работал в рекламном бизнесе, у меня был клиент, занимавшийся поиском заказчиков в отрасли с очень высокой конкуренцией. Он решил снизить цены до рискованного уровня и нанял целую армию менеджеров, которые шли на любые уловки ради повышения продаж. Но, несмотря на эти кардинальные меры, прибыли продолжали падать. «Вот смотри, я ничуть не глупее конкурентов. Я работаю больше, чем все они вместе взятые. Но люди все равно покупают их продукцию, а не мою. В чем дело?» – обратился он ко мне. «Тебе нравятся дешевые подделки?» – спросил я. «Конечно нет. Почему же ты думаешь, что они понравятся твоим клиентам?» «Я вовсе так не думаю», – запротестовал он. «Но ты ведешь себя именно так. Ты предлагаешь продукцию, как, например, у Джона, только качеством чуть похуже, чтобы можно было продавать подешевле. Ты не развиваешься, потому что не воодушевлен тем, чтобы дать что-то новое. Нужно что-то, что есть только у тебя. Что ты придумал и создал». «Легко сказать, но что?» На этот вопрос можешь ответить только ты. В тебе есть великая сила творения, которую ты можешь использовать. Попробуй открыть свое сердце и свой разум, чтобы заглянуть внутрь себя. «И как же?» «Через молитву». И, по-моему, этому человеку удалось установить канал бесперебойной связи с Богом. Ему явно не было отказано ни в одной просьбе. Любая его продукция становилась хитом продаж. Он стал лидером в своей отрасли. Впоследствии, когда его спросили, в чем секрет, он ответил так. «У меня есть чудесный банк. Во всех его депозитных ячейках находятся идеи. Когда мне нужна идея, я просто беру ее оттуда». Жизнь ищет развитие. Когда мы ищем развитие в своей жизни, наши цели совпадают со стремлением Вселенной, и она открывает в нас могучие потоки безграничной силы. К развитию мы можем прийти, только создавая что-то, то есть действуя как Творец. Чтобы освободить свою силу Творения, нам нужно найти в себе центр осознанности, соединиться с Богом, оставив свою личность в стороне. То, что каждый из нас считает своей личностью, не является сутью человека. Это просто кукла из Папье-Маше, которую мы привыкли именовать «Я». Яга – хитрый ловец человеческой сущности, продукт условного осознания себя, который своими бесконечными наслоениями отделяет нас от истинного бытия. Каждый из нас живет, отгораживаясь от мира своим тщеславием под личиной собственного «Я». Но чтобы уметь творить, мы должны избавиться от этой маски, отвлечься от своего эго и забыть о гордыне. Нужно избегать любого притворства, не принимать посы, не культивировать самомнение. Мы должны стать ничем, чтобы наконец увидеть безмерность своей истинной сущности, которая не знает гордости, но знает все. Необходимо убрать с дороги свою личность, чтобы добраться до центра осознанности, царства небесного внутри себя. И тогда нам откроется великая сила творения. И так к успеху приводит служение. А в основе служения – развитие, которое исходит из силы творения. Когда мы занимаемся чем-то с воодушевлением, эта сила единого сознания с готовностью отвечает нам. Но как же мы должны использовать свою способность творить? На самом деле мы все являемся проводниками великой силы и используем ее в каждый момент своей жизни. Практически мы только и занимаемся тем, что постоянно творим. Бывает, что мы используем эту силу негативно, и тогда появляется зло. Мы боимся этого зла и настолько подчиняемся своим страхам, что наша жизнь превращается в пародию. Так что главный для нас вопрос не в том, как творить, а как научиться творить только добро. Единое сознание проникает сквозь преграды нашего ума, формируя то, что мы называем воображением. Этот мир образов, которые способны воспринимать наше сознательное мышление, не имеет границ, кроме тех, что мы создаем сами. Воображение дает нам почву для творения, развития, открытий, создания чего-то нового. В свое время Колумб вообразил, что Земля действительно может быть круглой, и единое сознание сделало всю остальную работу, чтобы его экспедиции состоялись. Двигаясь на запад, корабли Колумба оказались там, куда по представлениям до эпохи не могли доплыть. Братья Райт рисовали в своем воображении, как человек совершает управляемые полеты. И единое сознание помогло им найти решение тех задач, которые они перед собой поставили. После множества экспериментов им все-таки удалось подняться во небо на своем самолете. Пороникая в наше сознание, все невыполнимое, немыслимое, невозможное, как будто требует своего осуществления. Но только свободный ум, полностью отдавшийся воображению, способен на безрассудство, которое делает невозможное реальным. А что, если сделать это дешевле? А что, если сделать это лучше? Воображение рисует образы, а единое сознание воплощает их в жизнь. Человек побеждает болезни, воздвигает величественные здания и мосты, строит электростанции, освещает города, изобретает транспорт и соединяет континенты, передает изображение и музыку через огромное пространство. И все это потому, что воображение не имеет границ. Для него нет ничего невозможного. Однако все новое, а тем более немыслимое, человечество принимает неохотно, а то и с усмешкой. И зачастую мы раздаем запоздалые почести тем, кто в свое время, несмотря на пренебрежение общества, освободился от оков тщеславия и упорно следовал тому, что рисовало ему воображение. Одна и та же сила доступна всем нам, любому из нас, независимо от того, чем мы занимаемся. Но даже самые выдающиеся люди используют лишь малую ее толику. Когда мы сможем избавиться от ощущений своей жизни, как материального мира, когда мы доверимся единому сознанию, тогда эта сила окажется в наших руках, чтобы творить то, что мы только захотим представить и будем готовы принять в свою жизнь. Посмотрите на полевые ливии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них, говорил Иисус. Не имея никаких амбиций, не зная тщеславия, лилии прекрасны в своем цветении. Так и человек, отрекшийся от своего призрачного эго, достигает цельности единого сознания и приходит к самоосуществлению с твердой верой в свою силу. Слиться с силой. Жизнь находится в постоянной динамике. Ее вечные ритмы, рождение и смерть, взлеты и падения, цветение и угасание – все это процесс воссоздания и повторения с целью поиска и развития. Бог стремится к познанию. Через человека он пытается понять себя все больше и больше. Тот, кто посвящает свою жизнь развитию, следует самой природе всего сущего, отвечает вечному посылу Вселенной. И успех для такого человека просто неминуем. Успех приходит к тем, кто делает свою жизнь непрерывным актом творения, в результате которого в физическом мире воплощаются мысли и идеи, имеющие своей целью принести пользу людям, дать им возможность для дальнейшего развития. Когда мы освобождаем свое внутреннее пространство, через которое действует единое сознание, все складывается так, что наши замыслы осуществляются. Лао Цзэ сказал, «Две стороны жизни, духовная и материальная, хоть мы и называем их по-разному, есть суть одно. Чтобы быть успешными, мы должны мыслить успех. Чтобы процветать, мы должны мыслить процветание. Однако главным условием для того, чтобы мы могли использовать великую силу творения, является любовь к Богу и человеку. Только через любовь мы можем принести пользу другим и внести свой вклад в развитие самой жизни. Только тогда плоды наших трудов вернутся к нам в виде успеха и процветания. Всегда нужно помнить о том, что человек ничего не делает сам по себе. Все делает единое сознание в ответ на ваши мысли и идеи. То, что вы думаете, возвращается к вам в физической реальности. И если ваши мысли наполнены любовью, то добро обязательно придет в вашу жизнь. Доверять божественному промыслу, чувствовать единство всего сущего, отдаться любви всем сердцем, следить за своими мыслями, чтобы думать только позитивно. Вот слагаемый успех. Источник всех идей. Началом любых достижений служит идея. Наше время богато на открытия и изобретения. Каждый день мы слышим об инновациях, новых формах бизнеса и обучения, новых книгах, новых устройствах, новых развлечений. И как часто мы думаем, но почему это не я придумал? Нередко нам кажется, что дело только в том, что волей случая эта идея пришла к кому-то другому. Однако случай никак не связан с тем, что та или иная идея пришла к тому, к кому пришла. Идея приходит к тому, кто ее притягивает. Просто человек находится в том ментальном состоянии, при котором возникают идеи. Он снимает все барьеры своего мышления, не думая о том, что возможно, а что невозможно. Он не позволяет себе мысли об отрицании и полностью доверяется единому сознанию, точно зная, что оно даст ответ, если будет задан вопрос. Сделать что-то хорошее, красивое, удобное, полезное – вот к чему мы стремимся в своей способности творить. Однако большую часть времени мы проводим, находясь в том ментальном состоянии, которое притягивает совсем обратное. ведь мы думаем о невозможности, о препятствиях и трудностях и уверены в том, что вряд ли все получится так, как мы хотим. Всем людям доступна одна и та же сила. Единая сила, потому и единая, что ею пользуются все. От просвещенного ученого, который читает лекции в лучших университетах мира, до малограмотного человека, живущего в каком-нибудь захолустье. Но работает эта сила в соответствии с тем, как человек видит и понимает этот мир. Можно совершенно точно сказать, что у Эйнштейна или Иисуса доступа к этой силе было не больше, чем у вас. Нужно только открыть сердце и наполнить его любовью. Не ограничивать свое восприятие рациональным мышлением и не возвращаться к болевым точкам в своих воспоминаниях. И тогда вы почувствуете потоки этой великой силы в себе. Она даст вам все, что вы попросите с верой и спокойной убежденностью в реальности созданных вами образов. Не сдерживайте себя и задавайте те вопросы, которые вас волнуют, но только с полной уверенностью, что получите ответ. Не важно, чем вы занимаетесь. Пишите книгу, строите мост, осваиваете новый рынок, ищите работу получше, расширяете спектр своих услуг. Спросите единое сознание, как мне это сделать. И все. Расслабьтесь. Ответ придет. Не мучайтесь сомнениями. Не переливайте из пустого в порожнее. Не ворчите и не раздражайтесь. Просто сохраняйте спокойствие и уверенность. Через день, неделю или месяц вы получите ответ. Такой ясный и четкий, как будто его произнес голос внутри вас самих. Произойдет какое-то на первый взгляд незначительное событие, которое приведет вас к ответу. И легче всего будет предположить, что это элементарный случай, сыгравший вам на руку. Не заблуждайтесь. То, как единое сознание проявляет себя в нашей жизни, всегда проще приписать стечению обстоятельств физического мира. Но никто не способен отследить эту хитроумную цепочку событий до ее начала, поскольку начало ее лежит в бесконечности. Когда к вам приходит неожиданное решение, идея, освещающая весь ваш дальнейший путь, вы видите тот самый промысел Божий. И если в вас достаточно мудрости, вы примете это со смиренным восхищением. Чтобы проявилась идея, нужно убрать все барьеры своего мышления и открыть свою душу. Необходимо иметь твердую веру в то, что единое сознание даст вам верное решение. Не поддавайтесь сомнениям, проявляйте стойкость, и идея придет. Не стоит ожидать, что идея будет преподнесена вам, как яблочко на тарелочке, красивая, спелая, полностью готовая к употреблению. Нет, сначала появятся общие ее очертания, и вам потребуется рассмотреть ее поближе, чтобы как следует понять и привести ее в нужный вид. Ваша задача – придать идее совершенную форму, увидеть четкий, и цельный образ. Нужно ясно представлять себе, какова цель вашей идеи, и тогда она примет ту самую форму, которая будет соответствовать этой цели на все сто процентов. Микеланджело так говорил об этом. В каждой каменной глыбе скрыта совершенная форма. И каждая идея, еще не оформившаяся до конца, несет в себе совершенное выражение. Стремитесь найти это совершенное выражение, и оно явится вам. И не удовлетворяйтесь меньшим. Когда вы рассмотрите идею со всех сторон и отшлифуете ее, тогда она примет свою окончательную форму, выйдет за пределы вашего ума и достигнет единого сознания. Чем больше ваша вера, чем реальнее созданный вами образ, тем быстрее ваша идея вернется к вам, воплотившись в физическом мире. Если ваша идея наполнена любовью, служением, если она несет в мир развития и созидания, то ее реализация обеспечит вам успех и процветание. И не стоит форсировать события, а тем более принуждать себя к тем или иным действиям. Просто наблюдайте, как единое сознание направляет вас, как все, что ведет вас к успеху, происходит само собой, как будто все обстоятельства знают нужное место и время. В вашей жизни появится все, что необходимо для реализации идей. Придет помощь, обнаружатся единомышленники, и в конечном итоге все сложится самым идеальным образом. Возможности и предложения будут стучаться в вашу дверь. Телефонные звонки, письма, неожиданные встречи будут ждать вас на каждом шагу, как будто поток досерездерживаемый прорвал плотину и вырвался на свободу. Ибо тот, кто доверяется Богу, всегда получает невидимую, но очень ощутимую поддержку. Какой бы сфере ни относилась ваша работа, наука, культура, образование, промышленность, сельское хозяйство или торговля, вашей целью должно быть развитие и благополучие общества на физическом, ментальном и духовном уровне. Любая другая цель ошибочна, иллюзорна и идет во вред людям, а значит, рано или поздно принесет вред и тем, кто преследует эту цель. Человек, который хочет добиться успеха, должен в своей работе выполнять одну главную задачу – служение людям. И от того, как он справляется с ней, зависят его достижения и благоденствия. В сложной экономической системе современного мира главным и неотъемлемым ресурсом человека является его труд, который вознаграждается в зависимости от того, насколько он необходим обществу. Если необходимость в этом труде высокая, то и вознаграждение будет большим. Если потребность в этом труде низкая, то вознаграждение будет соответствующим. Земля – это ограниченный ресурс, поэтому развитое государство должно стремиться к тому, чтобы труд на шкале ценностей стоял выше собственности и вознаграждался по справедливости. Когда мы достигнем этого, экономическая свобода станет всеобщим достоянием. Люди постепенно приближаются к пониманию того, что единственный путь к самосохранению – это сокращение потребления и развитие созидательной деятельности. Поэтому сегодня на первый план выходит способность человека к труду и созданию чего-то нового. Немногие из нас занимаются наукой или искусством. В основном люди работают в сфере производства и торговли, поскольку именно эти отрасли обеспечивают большинство наших нужд материального характера. Но мы можем радоваться плодам своего труда абсолютно в любой области деятельности, если не перестанем совершенствоваться на пользу обществу. Нельзя достичь успехов в том, что вам не нравится. Невозможно достичь высот в профессии, которые вам не по душе. Если только и думать о том, как вам надоело то, чем вы занимаетесь, ни о каких достижениях не может быть и речи. Однако не стоит, идя на поводу лишь своего настроя, кардинально менять жизнь. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, вы не уйдете от себя. Зерно успеха может прорасти в любом месте, если человек знает себя и силу единого сознания. Чаще всего нужно менять не работу и не место жительства. Прежде всего следует изменить себя, свое отношение и мировосприятие, забыть о недовольстве и негативе. В каждом из нас заложен огромный потенциал, который так и не раскроется, если мы не снимем барьеры своего сознания и не освободимся от отрицания. Мы должны позволить своей душе охватить весь мир вокруг себя и почувствовать, как Вселенная находится в постоянном движении познания. Нужно с готовностью и удовольствием отдаться этому движению, поймать волну Вселенской силы и наслаждаться. Избавьтесь от страхов, сомнений и мыслей о невозможном, расправьте парус и смело смотрите вперед. Дела людей, как волны океана, подвержены приливу и отливу. Воспользуйся приливом и успех с улыбкой откликнется тебе. Шекспир Но даже эти прекрасные строки не отражают мощного потока той силы, что потенциально существует в каждом человеке. В ней нет никаких отливов, только бесконечный прилив, ведь это неисчерпаемый источник. Своими внутренними барьерами человек может годами сдерживать эту силу, но если он освободит ее, она вечно будет вести его по жизни. Единое сознание всегда готово прийти нам на помощь, нужно только открыться ему. Ничего никогда не поздно, никогда. Отец с умирением приветствует своего блудного сына, и самый запутавшийся человек всегда может прийти к Богу в себе. Молодые и старые счастливчики и неудачники сила едина для всех и действует на пользу того, кто позволяет ей это. Призрак неудачи как и все в этом мире процветание и успех вопрос мировосприятия. Их существование в физическом мире является просто результатом того, что живет в наших мыслях. Чтобы достичь успеха, нужно мыслить успех. Чтобы творить что-то, нужно мыслить свое творение. Чтобы процветать, нужно мыслить процветание. Жизнь большинства из нас в материальном плане скорее всего не является пределом мечтаний. Поэтому для достижения успеха у нас нет другого выбора, кроме как быть сильнее обстоятельств. Мы не должны в своем мышлении следовать условиям того мира, который окружает нас. Практически всех преследует призрак неудачи, сотканной с заблуждений, главной из которых состоит в том, что мы путаем причину и следствие. В большинстве случаев мы думаем, что причины неудач лежат на уровне обстоятельств физического мира. Однако дело в том, что трудности, связанные с нашей наследственностью, национальной и социальной принадлежностью, становятся подсознательными метками. если мы воспитывались в бедности, мы мыслим бедность. Если мы привыкли к болезням, мы мыслим болезни. Если нас преследовали неудачи, мы мыслим неудачи. Если нас окружала ненависть, мы мыслим ненависть. Так мы превращаемся в запрограммированных роботов, становимся жертвами обстоятельств, всего лишь организмами, жизнь которых определяют условные рефлексы или наши реакции на то, что происходит в окружающем мире. Всегда нужно различать физический уровень реальности, который является средствием, и ментальный уровень, который является причиной. Не позволяйте обстоятельствам влиять на мышление, и вы увидите, как физическая реальность будет преображаться под действием ваших мыслей. Кто открыл в себе центр осознанности, Царство Божие внутри, тот всегда сохраняет свою целостность в любых обстоятельствах. такой человек пребывает в бесконечности, и все зло этого мира не способно поколебать силу его духа. Стремление и судьба. Люди не хотят понять, что стремление и судьба это одно и то же. Однако нет никаких сомнений в том, что это действительно так. Это сложно принять, поскольку мы думаем, что в основе стремления лежит желание, надежда или зависть. Человек может говорить, что всю свою жизнь хотел стать писателем, но так ничего и не опубликовал. Но если мы спросим его, а что вы написали, будьте уверены, ответ будет примерно таким. «Ну, я начинал пару вещей, но мне не удалось их закончить». Он не стремится быть писателем. На самом деле он стремится не быть писателем. Здесь явно срабатывает подсознательная убежденность, что успеха на этом поприще ему не достичь. Поэтому у него сформировался защитный механизм, который не позволяет довести дело до конца, чтобы не потерпеть неудачу. Ведь именно этого он боится и избегает. Стремление основано на эмоции, а в единое сознание мы транслируем те мысли, которые имеют наибольшее эмоциональное подкрепление. Люди часто выдают за свое желание то, что не соответствует их настоящим эмоциям, только лишь для того, чтобы казаться лучше. Пытаясь подстроиться под надуманные требования социума, многие заходят слишком далеко, постоянно переламывая себя, и у некоторых это превращается в психические расстройства. А все потому, что они не могут разобраться в собственных чувствах. Такие люди стремятся к негативу на уровне подсознания, ведь там затаились страхи и неуверенность. При этом в своем поведении они стараются показать, что так и должно быть, их такая жизнь устраивает, и вообще страдания это такая особая судьба. Мы встречаем их повсюду. Это наши непризнанные гении или хорошие парни, которым просто не везет в жизни. Нет, мы ни в коем случае не смеемся над ними и не пытаемся унизить. Они могли бы справиться со своими проблемами, но просто не знают, как это сделать. Важно не смешивать свои истинные стремления и защитные механизмы сознательного мышления. Нужно познать себя. Разберитесь в своем восприятии, проанализируйте свои абстрагировано, спокойно и трезво. Только когда вы отбросите страх и с любопытством исследователя посмотрите на свою боль, сожаление и терзание, только тогда вы сможете увидеть свою сущность и почувствовать природу той силы, что всегда была в глубинах вашей души. Индивидуальность покоится на чувстве тайны. Темные слепые складки характера представляют единственные в мире точки, где мы касаемся живой текучей реальности, где непосредственно познаем, что и как происходит. Уильям Джеймс стремление и судьба материя и сознание, мысли и обстоятельства – все это единое. Ваши истинные стремления, лежащие на уровне подсознания, делают вас тем, кто вы есть. И ничто не может этого изменить, если только вы не измените своих подсознательных стремлений посредством медитации, позитивного мышления, понимая, что вы сами творите свою судьбу. Сама природа нашей связи с единым сознанием подразумевает, что все наши истинные стремления реализуются в жизни. Но чтобы понять свои настоящие действующие стремления, необходимо понять себя. Что это значит? Невозможно понять себя, не дойдя до сути, обращаясь лишь к поверхностным проявлением личности, тому лицевому фасаду, который мы демонстрируем окружающим, той маске, за которой скрываются все наши страхи, боль, мучения и стыд. Чтобы по-настоящему понять себя, необходимо посмотреть на свою жизнь максимально объективно. Да, это сложно, но нужно стремиться к тому, чтобы взглянуть на себя и ситуации, в которых вы участвуете, максимально отстраненно. Только так можно обнаружить свои истинные подсознательные стремления. Скорее всего, встреча с ними вам не доставит удовольствия и, возможно, вызовет внутренний протест. Однако вы должны сохранять спокойствие, если хотите быть равнодушными к собственным эмоциям, иначе объективность невозможна. Но только когда вы увидите свои подсознательные стремления, вы сможете их изменить, а значит изменить мир вокруг. Приведем для примера одного бизнесмена, который три раза подряд потерпел крах в своем деле. «Ничего не понимаю», жаловался он. «Я никак не могу встать на ноги. Люди хотят какой-то продукт, я его делаю и делаю очень хорошо, я первый выпускаю его на рынок. Но потом все складывается так, что те, кто идет проложено мной же путем, оказываются впереди меня, а я остаюсь не у дел». Когда его спросили, удивляет его такая ситуация, он, не задумываясь, ответил, «Вообще-то нет, я никогда не мог добиться успеха». И в тот момент этот человек, конечно, не согласился бы, что неудачи и были его истинным стремлением. Однако, когда он рассказал о своей семье, стало ясно, что его отец был очень успешным и властным человеком, который буквально терроризировал и унижал своего сына на каждом шагу. Поэтому сын всю свою жизнь старался избегать конкуренции и страха, что это приведет к столкновению интересов и амбиций между ним и отцом. Подсознательно он стремился к тому, чтобы не добиться успеха в бизнесе. Ему казалось, что если у него что-то получится, это вызовет недовольство со стороны отца. В конце концов, в результате консультации с психологами этот человек понял, что мешало ему добиться успеха и начал работать со своим сознанием. Однако это далось ему нелегко. Он практиковал медитации и старался выработать привычку позитивного мышления, но много раз был готов сорваться. Все таки он проявил стойкость и впоследствии возглавил одну из самых успешных компаний в стране. Он стал совершенно другим человеком и удивлялся себе прежнему. Он как-то сказал «Я знаю в чем дело, дело в восприятии, все зависит от того, как ты на это смотришь». И мы можем сколько угодно иронизировать по поводу такого банального высказывания, однако истина всегда чрезвычайно проста для того, кто ее понял. Властелин или раб? В мире полно людей, которые используют силу единого сознания во благо только в одной сфере своей жизни, а во всех других получается так, что эта сила работает против них. Человек может быть здоровым, но бедным, богатым, но больным, иметь власть, но не иметь любви, заниматься творчеством, но быть несчастным. Это происходит из-за того, что он использует свою силу неосознанно, бесконтрольно. Так сложилось, что у него выработалась привычка позитивного мышления относительно чего-то одного, а во всем остальном он мыслит негативно. Он чувствует себя властелином одного маленького государства, но во вселенной он по-прежнему раб. К душевному покою и умиротворению можно прийти только тогда, когда мы используем силы единого сознания созидательно во всех направлениях жизни. Что толку нам от одного только богатства? Иисус сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Очень часто высокий социальный статус и достаток развивают в людях гордыню и эгоцентризм, что отдаляет их от смиренно мудрее любви, без которых невозможно прийти к своему центру осознанности. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное, говорил Иисус. Богатство питает гордыню, которая отделяет человека от Бога. Но если человек достигает своего центра осознанности, он истинно понимает, что его достижение – это не заслуга ничтожного личного «я», а проявление силы единого сознания. И тогда процветание и успех наполняют его жизнь наравне со всеми другими благами. Когда мы открываем в себе центр осознанности, мы открываем весь мир. Успех основывается на плодотворном мышлении, которое невозможно без внутреннего спокойствия и стойкости духа. А эти качества приобретает только тот, кто встретился с истинным собой. Тогда в любых делах его вечным девизом будут слова «Разве не знаете, что я должен участвовать в трудах отца моего?» И для него не будет ничего невозможного, никаких недостижимых высот, ведь ему будет явлено все величие той силы, которой он обладает. Для большинства из нас успех ассоциируется с неимоверными усилиями. И часто мы полжизни топчемся на месте только из-за того, что стоящие перед нами задачи кажутся невероятно сложными. Воображение – это и наше богатство, и наш бич. Благодаря воображению мы вдохновляемся какой-то идеей, но из-за него же мы живо себе представляем, сколько труда и усилий мы должны вложить, чтобы достичь цели. И это приводит нас в отчаяние. Нужно чаще напоминать себе, что самый долгий путь начинается с одного шага, и любую дорогу к самым высоким вершинам и к самым далеким горизонтам осенит идущий. Каждый следующий шаг мы можем сделать только после предыдущего. Сегодня мы пожинаем плоды того, что посеяли в прошлом. Дик Темплтон, выдающийся спортсмен, комментатор и радиоведущий, также работал тренером команды Стэнфордского университета по легкой атлетике и неоднократно приводил ее к победе в чемпионатах национального значения. Динг часто говорил своим подопечным «Не так уж важно, чем вы занимались за день до соревнований. Важно, что вы делали предыдущие полгода». И это был правильный подход к подготовке спортсменов. Они показывали потрясающие результаты. Каждый день своей жизни вы сеете то, что будете пожинать в будущем. Когда вы по-настоящему это поймете, станете меньше думать о плодах и больше о том, что делаете сейчас. В сущности мы всю жизнь занимаемся тем, что возделываем свой сад. Это и есть наша основная каждодневная задача. Ведь так выражается процесс самопознания, охватывающий всю Вселенную. Когда мы методично шаг за шагом выполняем свои задачи, цель становится все ближе и уже не кажется такой труднодостижимой. Не нужно все время думать об итоге. Нужно больше внимания уделять процессу. Ведь те шаги, которые мы делаем каждый день, складываются в цепочку причин и следствия. С каждым нашим созидательным действием путь к цели становится короче и легче. Если мы не удовлетворены тем, что происходит сегодня, если живем завтрашним днем, вряд ли мы сможем достичь каких-то ощутимых результатов в своей работе и жизни в целом. К своему несчастью мы слишком много откладываем на потом, думая, что наступит более подходящий момент. Мы ужасно расточительно относимся к предельно ограниченному ресурсу времени. Сейчас вот самый подходящий и самый ценный момент жизни, ибо то, что мы делаем сейчас, будет тем, с чем мы проснемся завтра. Поэтому каждый день нужно полностью концентрироваться на текущих задачах. Извлекайте максимум пользы из того, что вы делаете, несмотря на любые трудности. И помните о том, что не бывает мелких или неважных дел, если они хоть на шаг приближают вас к цели. В часовом механизме важна каждая шестеренка. Великим становится тот человек, который знает, что такое кропотливый труд и не пренебрегает им. бывает тяжелой или легкой работы. Есть работа, которая нам противна и работа, от которой мы получаем удовольствие. Если вы хотите, чтобы работа была легкой, тогда наслаждайтесь ею. Когда вас радует то, чем вы занимаетесь, это высвобождает внутреннюю силу творения, и все получается хорошо. Когда вы идете за мечтой, любая работа спорится. Успех приходит к тому, кто упорно движется к своей цели и терпеливо выстраивает здание своего замысла, кирпичик за кирпичиком, прилагая большое старание, когда кладет первый, и не меньшее, когда кладет последний. Он знает, что самое большое значение имеет тот кирпич, который он положит сейчас. Каждая причина подразумевает следствие. Любой результат – это измененное состояние причины, выраженное в определенном месте и времени. Если мы понимаем, что причина и результат – это одно и то же, мы начинаем по-другому относиться к своей работе, испытывая радость от того, чем занимаемся в каждый момент своей жизни. Нас больше не мучают сомнения, страхи и беспокойства. Ведь когда мы знаем, что каждое наше действие является причиной, мы совершенно уверены в результатах своего труда. Понимая, что любые наши усилия не напрасны, мы с легкостью делаем самую тяжелую работу. Полностью выкладываясь при выполнении своих задач, мы знаем, что все это нам вернется, ибо таков закон взаимообмена. Иногда может казаться, что все, что вы делаете, это неблагодарный труд. Будьте уверены, это не так. Все ваши усилия – часть замысла, который обнаружит себя, когда придет время. Нужно только сохранять спокойствие, веру и упорство. Эммерсон писал, «Нет тяжкой доли, кроме той, что создал сам. Печальна судьба только тех людей, которые отреклись от Бога в себе, отгородившись от него негативным мышлением и страхами». Человек может справиться абсолютно со всем, если доверяется высшей мудрости единого сознания и стойко продолжает делать свою каждодневную работу. Ступенька за ступенькой, шаг за шагом – такова суть любого прогресса. Настоящий долговременный успех складывается постепенно, ведь для того, чтобы возвести небоскреб, необходимо уделить должное внимание строительству надежного фундамента. Помните, что главное удовольствие состоит в самом путешествии, а не в точке прибытия. Кто понял это, знает секрет спокойствия и уверенности. Выражайте любовь в своей работе. Только так вы можете принести настоящую пользу и выполнить свое предназначение. «И я говорю, что жизнь – это действительно тьма, пока не проснется стремление. Но любое стремление слепо, пока нет знания. Но и знание любой бесполезно, пока нет труда. Но и труд любой пуст, пока нет любви. И только когда ты с любовью работаешь, ты соединяешь себя с собой и с другими людьми и с Богом». Халиль Джибран Работа, которая делается с любовью, и не работа вовсе, а удовольствие и радость от самоосуществления. Тот, кто всем сердцем отдается своему делу, не знает разочарований, не считает минуты до окончания рабочего дня и не требует немедленного признания своих заслуг. Через призму любви он видит в своей работе служение, наполненное смыслом, возможность не просто реализовать свой потенциал, но выразить Бога в себе. Вселенная стремится к самовыражению, осуществлению себя, но никак не к самопожертвованию. Если человек считает, что поступается какими-то своими интересами ради всеобщего блага, то ведь он не только сводит все свои усилия к нулю, но и разрушает себя изнутри. Проявляясь в каждом из нас, Бог становится чем-то уникальным, и когда мы следуем своему призванию, то просто реализуем смысл, заложенный в нашей жизни. Не следует подходить к своей работе как к жертвоприношению. Мало я делаю что-то для людей, но при этом ущемляются мои интересы. Не ведите счет своего самопожертвования. Его некому предъявить, кроме самого себя. Если вы думаете, что кладете свою жизнь на алтарь всеобщего блага, это может привести только к саморазрушению. Потому что так вы идете против всей жизни, отвергая свою естественную и благостную роль в самопознании Вселенной. Здесь нет и не может быть никаких жертв. Ведь через свое призвание и служение вы обретаете себя. Однако самоотречение это как раз то, к чему мы должны стремиться. В том смысле, что нужно уйти, отречься от своего эка, уничтожить свою кордыню. Ведь только тогда можно увидеть истинного себя. Мудрость человека состоит в том, чтобы стремиться к настоящему себе и прийти к внутренней наполненности, охватывающей весь мир. На пути истинного познания не бывает жертв. Единственное, с чем нам нужно расстаться, это эка. Ведь только так мы можем почувствовать свой центр осознанности и достичь единого сознания. И только в этом случае мы можем сказать, что наша жизнь успешна. Основные идеи Успех не является результатом финансового благополучия. Деньги приходят как средство успеха. Процветание благополучия – это состояние духа. Успех – это служение, а деньги являются его условной мерой. Закон взаимообмена – это закон, по которому мы получаем то, что отдаем. Истинное служение заключается в созидательной деятельности, в создании чего-то нового, но не в конкуренции. Сила творения исходит из единого сознания, которое отвечает на все наши запросы, когда мы используем эту силу. Воображение – это проекция единого сознания. С помощью воображения мы творим. Успех приходит к тому, кто использует силу единого сознания с любовью в сердце. Единое сознание посылает идею тому, кто ее ищет. Нужно только вдохновиться этим поиском, задать вопрос и терпеливо ждать ответа. Проходя через наше подсознание, идея активирует его силу творения и воплощается в жизни. Труд – главный залог успеха. Имущество – удел тех, кто блуждает в потемках самообмана. Чтобы ваша работа была успешной, нужно любить ее. Успешный человек не поддается влиянию обстоятельств. Он знает, что все обусловлено тем, что у него внутри, а не снаружи. Подсознательные стремления составляют нашу судьбу. Мы можем изменить свои подсознательные стремления, если будем верить и мыслить позитивно. Все дается человеку, который достиг своего центра осознанности. тяжелой является та работа, которую мы делаем без любви. Если мы наполняем свои действия любовью, то всякая работа становится наслаждением. Путь к успеху складывается из множества шагов, каждый из которых одинаково важен. жизнь человеку успешна, только если он познал себя настоящего и выполняет свое предназначение. Освободите свое сознание от мыслей о невозможности или недостижимости ваших целей. Избавьтесь от воспоминаний о боли. Бог, живущий в вас, воплощает великолепный замысел. Не противясь этому замыслу, вы обретаете созидательную силу творения, и тогда вам подвластны любые достижения. В вашу жизнь придут процветания, благополучия и умиротворения, которые нельзя купить ни за какие деньги. Девятая медитация. во мне есть бесконечная сила творения, исходящая из единого сознания. Я хочу ее почувствовать, удаляя все барьеры своего мышления и доверяюсь великому замыслу. Я знаю, что моя жизнь прекрасна, когда я с любовью следую служению и выполняю свое предназначение. Ко мне приходят нужные идеи, и я принимаю их. Единое сознание дает мне все, чтобы реализовать их в моей жизни. Я знаю, что все появляется из единого сознания, которое есть суть изобилия. Нехватка чего-то, ограничения и неудачи – это заблуждение, ошибочные мысли, которые я удаляю из своего сознания. Я не испытываю ни в чем недостатка. Я позволяю единому сознанию воплощаться через меня. Ему мир наполняется созиданием, творением, достижениями и процветанием. «Я приду к своим целям, потому что к ним ведет меня Бог, а его пути всегда истинны. Любую свою работу я выполняю с любовью, ведь я знаю, что когда я приношу кому-то пользу, то выполняю великий замысел. Везде вокруг себя я вижу действия закона взаимообмена. Я отдаю и я получаю. Процветание и благополучие это состояние моего духа, которое я творю своими мыслями. И я верю, что это состояние отразится на окружающем мире, превратившись в мое благоденствие и успех. Я не принимаю негативные обстоятельства за конечную реальность. первопричина всего находится на ментальном уровне, а в моих мыслях все препятствия иллюзорны и временны. Истинный я это мой центр осознанности, для которого не бывает трудной работы и нет ничего невозможного. понимая себя настоящего, я чувствую бесконечное спокойствие и уверенность. Жизнь складывается шаг за шагом. Я не беспокоюсь о целях. Я наслаждаюсь процессом пути, зная, что он верен. Я отрекаюсь от своего эго. Я верю, что следуя своему призванию, я познаю себя и иду навстречу успеху. Здоровье и нормальное самочувствие – это естественное состояние любой формы жизни. Ведь каждая из них является проявлением единого сознания, которое совершенна. Живой организм – это всего лишь идея, воплощенная в пространстве и времени и одаренная сознанием, которое постоянно стремится познать себя. Есть только один разум – одно сознание во всех существах, и все они сделаны из него. В зависимости от того, насколько существо принимает в себе совершенство этого сознания, оно само может быть совершенным. Таким образом, физическое здоровье – это проявление ментальной гармонии, а болезни недомогания – это проявление ментальной дисгармонии. Болезни появляются в результате ментального расстройства, которое свойственно разумным существам, осознающим себя. Именно человек, имея самое развитое среди живых организмов сознание, больше всех страдает от болезней и недомогания, в то время как организмы более низкого порядка существуют в состоянии физического совершенства, не мучаясь ментальными противоречиями. В природе мы видим, что чем проще элементарнее психика тех или иных организмов, тем реже среди них встречаются заболевания. Это свидетельствует в пользу того, что болезни являются продуктом развитого сознания, а если точнее, беспокойного ума. Тревожные мысли порождают в нашей душе массу конфликтов, которые проецируются в единое сознание и затем воплощаются в виде заболеваний или физической неполноценности. Человек, обладающий развитым самосознанием, но так и не постигший в себе бессмертное сущее, в огромной вселенной чувствует себя ничтожной песчинкой, которая не властна над своей жизнью. Немыслимо раздутый эго отделяет его от самых основ существования, чем развивает в нем страхи, формируя ощущение тщетности бытия и враждебности мира. все это подпитывается постоянным конфликтом между разумом и чувствами. В конечном итоге самоощущение человека все больше отдаляет его от собственного совершенства, что на физическом уровне может выражаться гипертония, желчнокаменной болезни, язве желудка, закупорки артерий, раки, потери слуха и множестве других заболеваний, перечислять которые можно было бы бесконечно. Современная психологическая наука может довольно точно отслеживать причинно-следственные связи, обуславливающие физическое состояние человека. Настолько точно, что медицина, которая раньше рассматривала болезни только в рамках физиологии, теперь признает, что 80% всех заболеваний уходят корнями в сознании человека. Не стоит и сомневаться, что через какое-то время эта цифра увеличится до 100%. Ведь правда не может охватывать лишь часть явлений. Очевидно, что источник всей жизни лежит вне рамок материального мира. То, что заболевания имеют бактериальное происхождение, является удовлетворительным объяснением лишь на физическом уровне. Почему бактерии появляются в этом теле, а не в другом? Отчего некоторые из них разрушают один организм, но не причиняют вреда другому? Почему они вообще существуют? Любой человек, который задумается о происхождении вещей, неминуемо придет к выводу о существовании невидимого, но очень ощутимого разума, дающего жизнь всему сущему и являющегося первопричиной и сутью всех вещей. Однако этот разум не был бы разумом вовсе, если бы стремился к самоуничтожению. Поэтому мы вынуждены признать, что болезни появляются лишь в ответ на что-то. И как мы уже знаем этим что-то являются наши мысли, которые транслируются в единое сознание и воплощаются в физическом мире. Редко встретишь человека, который сознательно хочет болеть. Тем не менее существует множество несчастных людей, которые настолько отделены от духовного единства жизни, что обрекают себя на медленное самоубийство. А большинство из нас просто притягивают болезни посредством негативного мышления и устойчивых механизмов, которые сформированы в ответ на скрытые воспоминания или метки. Человек, страдающий постоянным недомоганием, имеет подсознательное стремление быть больным. Но, конечно, если ему об этом сказать, то он ответит решительным отрицанием. Что же касается болезней, случающихся периодически, они являются отражением той ситуации, в которую мы сами себя загнали. Мы не знаем себя по-настоящему, не знаем, кто мы есть, и не понимаем всеохватывающей энергии творения. Мы также не можем уловить свои подсознательные стремления и никак не хотим увидеть, что эти стремления реализуются на физическом уровне. Все дело только в стремлениях, которые можно еще назвать предрасположенностью. Все несовершенство тела происходит из того, что у человека на уровне подсознания сформировано устойчивое состояние. Отверженность, самопичевание, зависть, враждебность, ненависть, алчность, озлобленность. Бесчисленная армия мрачных призраков, отгораживающих нас от естественного состояния вселенной любви. Если человек не имеет любви в своем сердце, тогда там поселяется ненависть или один из ее уродливых собратьев. Любовь это сила единого сознания, которая пребывает в каждом человеке независимо от того, как он ее использует, положительно или отрицательно. Если человек направляет ее в сторону отрицания, как в случае ненависти, она начинает действовать разрушительно, творя зло, отнимая энергию и уничтожая тело. И тогда вместо животворящей силы мы получаем силу смертоносную. Вспомните, что Вселенная постоянно призывает нас «Люби или страдай, люби или умри». Исцеляющая сила это любовь. Любовь восстанавливает гармонию, рассеивает метки, приносит умиротворение, не дает негативным мыслям проникнуть в ваше сознание и освобождает совершенство духа. Это не та любовь, о которой мы говорим в контексте человеческих отношений, но любовь человека к Богу и Бога к человеку. Абсолютная любовь, существующая в том, кто постиг Божественное в себе. Тело как проявление духа. Психологи находятся в шаге от того, чтобы точно сказать, какие именно негативные эмоции служат источником тех или иных заболеваний. Недалек тот день, когда в медицинских справочниках будут приведены таблицы, где напротив ненависти, обиды, отчаяния, подавленности, зависти и чувства одиночества будут стоять конкретные названия физических расстройств. И люди тогда станут относиться к своим эмоциям с тем же вниманием, с каким сейчас заботиться о своем физическом здоровье. На смену порошкам и таблеткам придет здоровое мышление. Эдвард Карпентер писал, «Каждый орган или система нашего организма является местом существования эмоций, которые, будучи правильно настроенными, оказывают поистине чудодейственный эффект». Тело – это проявление Духа, воплощение единого сознания, которое совершено. Тело может отратить свое совершенство только под воздействием идеи сознательного мышления, которое проецируется в подсознании и возвращается к человеку в виде физического недуга. Не мы придумали, как работает сердце, как кровь движется по венам и артериям, как желудок переваривает пищу и как наш организм выводит ненужные вещества. Все сложные процессы реакции, происходящие в нашем теле, имеют один источник – абстрактный бесконечный разум. Человеческий организм представляет собой предельно продуманную систему, удивительную в своем совершенстве. Если мы избавимся от своих страхов и негативных желаний, наше тело вспомнит о своем совершенстве и будет функционировать идеально. Каждая идея подавленности, отверженности, отчаяния влияет на состояние тела. И в итоге появляются проблемы с кровообращением, пищеварением, дыханием, которые являются только лишь отражением искаженного дисгармоничного мышления. Таким образом, плохое здоровье и жизнь в целом – это наше сознание, полное страхов, сомнений и негатива. Нужно избавиться от своего эко, прийти к божественному сознанию, которое живет в каждом из нас и есть истинная наша природа. Тогда и тело станет совершенным, ибо мы станем тем, что совершенно в себе. Тело только проявлении Бога в его стремлении познать себя. Это живая идея единого сознания, в которой заложено изменение и развитие. Везде в окружающем мире мы видим цикличное выражение жизни – зарождение, цветение, уедание и снова зарождение. Форма должна претерпевать бесконечную череду повторений изменений, тем самым отражая процесс вечно развивающегося и расширяющегося познания. Человеческое тело – это то, что по своей природе многократно воспроизводится, чтобы постепенно меняться через множество повторений, являясь воплощением идеи, формой жизни абстрактного разума, абсолютным и совершенным выражением единого сознания. предназначение тела состоит в том, чтобы идея получила воплощение и, перерождаясь бесконечное множество раз, могла развиваться дальше. Рождение, младенчество, детство, юность, зрелость, старость и смерть, дающие место новому рождению, в этом состоит естественный процесс развития, через который Бог стремится познать себя. И пока развитие человека, понимающего временно своего пребывания в мире, не исчерпает себя как идея, смерть нельзя отделить от жизни, ибо это значило бы остановить процесс эволюции, совершенства духа. Иисус был великим целителем, ведь Он знал, что тело и сознание это одно, что тело является только видимым следствием невидимой причины. Иисус обладал высокоразвитым сознанием и видел то совершенство, в котором изначально пребывает каждая живая душа. Он точно знал, что болезнь можно вылечить, если явить больному то совершенство, которое дало ему жизнь. Когда Он встречал прокаженного, хромого или слепого, то сразу понимал, что где-то в сознании несчастного затаилось скрытое болезненное воспоминание, которое отразилось на его физическом состоянии. Иисус знал, что и Он Сам, и этот несчастный, пребывают в одном вселенском разуме, едином сознании, Царстве Божьем. И находясь в абсолютном единстве с этим сознанием, Иисус мог мгновенно исцелять людей, просто удалив негативные метки. «Ты веруешь ли в Сына Божия?» спрашивал Он, чтобы избавить страдальца от идеи отделенности, которая овладела его сознательным мышлением. «Верую, Господи!» восклицал больной, и так восстанавливалась его восприимчивость. «Прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми свою постель и иди домой», говорил Иисус, и свершалось чудо исцеления. Но когда Иисус говорил о грехах, Он имел в виду не какие-то записи в журнале, который ведется где-то в небесной канцелярии с тем, чтобы в судный день наградить праведных и наказать неправедных. Грехи это метки подсознания, которые лишают нас совершенства и ведут к болезням. Прощение Иисуса давало человеку убежденность в том, что теперь он свободен от своих ошибок и чувства вины и поэтому может быть исцелен. Иисус давал человеку понять «Ты настоящий, велик и совершенен. Осознай свое совершенство, и тело твое станет также совершенным». Тело всегда совершенное, как воплощение идеи. Бывают только идеи о несовершенстве. Такие идеи – это заблуждение, ошибка, и их можно изменить, если принять идею об изменении. Человек, который подавляет свою божественность, будучи убежденным, что первопричины лежат на физическом уровне, не сможет исцелить себя, пока не изменит своих убеждений. Если у него артрит или несварение, он будет целыми днями думать о своем недомогании, все больше погружая тело в болезненное состояние своими мыслями. Он убежден в том, что все его неприятные ощущения происходят по причине болезни, и никак не хочет понять, что болеет, потому что думает об этом. если его погрузить в состояние глубокого гипноза и дать установку, что никакого у него, например, артрита нет, и он может легко и свободно двигаться, то когда он очнется, будет совершенно счастлив, не чувствуя дискомфорта в своем теле. Правда, эффект продлится недолго, поскольку привычка негативного мышления никуда не денется, и очень быстро восстановит болезненные ощущения. Однако же, пусть кратковременно, но чудо все-таки происходит, и мы можем видеть, как подсознательные установки влияют на здоровье. сознание, выраженное в нашем теле, может воплощаться так, как мы думаем о своем теле, какие мысли мы проецируем в единое пространство. Если транслируются мысли о здоровье и положительных эмоциях, то тело будет здоровым. Если транслируются мысли о болезнях и негативных эмоциях, то тело станет больным. Таким образом, здоровое тело всегда результат здорового мышления, а больное тело всегда результат закрытого сознания, сосредоточенного на мыслях о несчастье и страдании. Если мы хотим исцелить свое тело, то в первую очередь нужно исцелить свое сознание через любовь и признание своей истинной сущности, через медитации и постижение своего центра осознанности. Отпустите свое эго. Беспокойство и напряженность, чувство вины, обиды, враждебности этого мира, отчаяния и нашей гордыни – все это плодородная почва для физических недомоганий. Они вырастают гигантскими исполинами из нашего громадного эго, которое стремится к страданию, поскольку стоит в оборонительной позиции к миру, вместо того, чтобы жить в гармонии и единении с ним. Мы жаждем какой-то победы, она кажется нам ключом к счастью. Мы думаем, что должны затмить кого-то своими достижениями, опередить кого-то, заработать много денег, лучше выглядеть, дороже одеваться. Как призрачны такие победы и как напрасны. Взгляните на чемпиона. За ним уже маячит тень того, кто будет лучше и займет его место. Каким таким победителем вообще может быть это несчастное эго? Оно находится в постоянной соревновательной гонке, сосредоточившись на самом себе, не видит всей широты и глубины этой жизни, не знает истинного бытия. Оно всегда одиноко, растеряно и болезненно. Оно цепляется за свое призрачное существование посредством страданий, подтверждая ими свою действительность. Ищите безграничное истинное Я внутри себя. Тонись шанска и сама, которая упоминалась в голове о любви. Контактируйте со своим центром осознанности. И тогда вы не будете знать боли своего эго, которая полностью растворится в море внутреннего спокойствия и больше никогда вас не побеспокоит. И боль свою ты преодолевал, и горькое мучение забылось, но как же сильно ты страдал от зла, что так и не случилось. Эммерсон Чудо всего мироздания лежит буквально перед нами. Но мы предпочитаем забиться в угол и содрогаться от ужаса перед тем, что нас окружает, перед тем, что мы сделали со своей жизнью. Мы клянем себя за прошлые ошибки или бесконечно сожалеем о сказанных словах. Но каждый день это новое рождение, несущее в себе безграничные возможности для человека. Неважно, сколько вам лет, где вы живете и чем занимаетесь, нужно только очнуться и осознать то, что Халиль Джибран описал так. И то, что поет вас и созерцает, все еще живет в границах той первой секунды, которая разбросала звезды в пространстве. Мотивирующая цель. Идея несет в себе образ чего-то, имеющего определенную цель. Наше тело является воплощением идеи и подразумевая свою предназначенность для какой-то цели. Множество системы функций человеческого организма связаны в систему, обеспечивающую его нормальную работу, чтобы у нас была возможность достичь той цели, которую мы ставим перед собой. Когда цель исчезает, наше тело начинает разваливаться, поскольку идея, заложенная в нем, уже несет образ чего-то совершенно ненужного и бесцельного. Довольно часто бывает, что энергичный бизнесмен, наладив дело так, что все может работать без его участия, решает выйти на покой, чтобы наслаждаться праздностью. И, как правило, не проходит и нескольких месяцев, как его начинают атаковать симптомы целого букета болезней. Мотивация жизненно важна для человека, поскольку организм стремится выполнять установку на цель. Когда цели нет, нами овладевает вялость и апатия, а тело начинает разрушаться за ненужностью. Человек может быть здоровым и энергичным, только если имеет здоровое, активное мышление полной энергии. Ведь идеи, обитающие в наших мыслях, получают свое воплощение в теле и окружающих нас обстоятельствах. Первый шаг к здоровью заключается в том, чтобы развить в себе энтузиазм и интерес к жизни. Воодушевление, вдохновленность тем, что вы делаете, является залогом здорового мера ощущения и здорового тела. Физические упражнения – хорошая иллюстрация к тому, о чем мы говорим. Нас убеждают, что бег, приседания, подтягивания, отжимания и тому подобное делает человека здоровым. В доказательство нам показывают великолепных атлетов в расчете на то, что созерцание упругих мышц произведет на нас впечатление. Но это лишь в очередной раз свидетельствует о заблуждении материалистов, ведь в данном случае они фокусируют внимание на результатах, но упускают из виду причину. Подтянутое тело не является результатом собственно физических упражнений, которые сами всего лишь следствия, поскольку настоящая причина существует на уровне сознания. Когда у человека есть цель, то средством ее достижения служат физические упражнения, которые уже в свою очередь формируют крепкое тело. Физические упражнения и здоровье Физическая активность некоторых людей ограничивается передвижениями между кухней, спальней и ванной комнатой, но при этом они отличаются недюжинным здоровьем. В то же время мы знаем, что многие спортсмены умирают достаточно рано. Так что совершенно очевидно, физические упражнения сами по себе не являются гарантией крепкого здоровья и долголетия. Существует масса свидетельств того, что люди, поставившие перед собой великие цели, доживают до весьма почтенного возраста. Можно смело утверждать, что интерес к жизни, стремление к цели и воодушевлении – это необходимые условия, обеспечивающие человеку здоровье и энергичность. Материалисты могут привести обратную аргументацию. Мало именно потому, что человек здоров, у него появляется и воодушевление, и интерес к жизни и желания. Однако же многие здоровые люди начинают часто болеть, когда в них пропадает желание жить, развиваться и радоваться. А многие хронические больные люди выздоравливают, когда появляется вдохновляющая идея и возрождается интерес к жизни. Все идет от сознания, которое всегда является первопричиной. физическая энергия это результат бодрости ума, а физическое бессилие это результат психологической подавленности. Поэтому человек, осознающий и принимающий в себе совершенство истинного я, имеет столь же совершенное тело, как отражение своего восприятия. Здоровье в сознании и духе. Все идет только оттуда. безусловно вам нужно заниматься физическими упражнениями, если это доставляет вам удовольствие. Но нет никакого смысла в таких занятиях, если они вам не нравятся. Упражнения только подготавливают тело к тому, чтобы оно могло вынести еще больше нагрузок. Если вы поднимаете вес 50 килограммов каждый день, то через какое-то время вы сможете делать это по 20 раз на дню. Однако такая способность не обезопасит вас, например, от тромбоза, невралгии или несварения. Человек может укреплять свое здоровье, сидя за столом и сочиняя роман, с тем же успехом, как если бы он пробегал каждый день по 5 километров. И даже с еще большим успехом, если написание книги доставляет ему такое несказанное удовольствие, которого он не получает от века. Тело это прекрасный инструмент наших мыслей. И каждый человек, будь то спортсмен, профессор, лесоруб, менеджер или домохозяйка, может быть здоров, если имеют перед собой четкую цель и стремиться к ней с любовью. Упражнения здесь ничего не решают. Тренировки могут повысить физическую силу и выносливость, но крепкое здоровье в равной степени присуще как подвижному, так и сидячему образу жизни. В современном мире душевные муки приводят людей к регулярному перееданию, алкоголизму, игромании, недосыпанию или полному погружению в работу. Так выражается наша нервозность и желание подавить тревоги, сомнения, страхи и растерянность, поселившиеся в подсознании. Плохое самочувствие и различного рода зависимости – это результат запутавшегося сознания. Например, беспокойство, которое человек все время испытывает на подсознательном уровне, может заставлять его слишком много есть, а неудачи в любви могут привести к алкоголизму. В своем стремлении забыться, спрятаться от проблем мы часто заходим слишком далеко. Как правило, просто стараемся отгородиться от реальности. Мы уходим с головы в работу, думая о том, что материальный достаток может дать нам ощущение безопасности. Однако перед лицом смерти становится ясно, насколько все это бесполезно. Ведь когда земной путь будет окончен, нам ничего не удастся забрать с собой. Мы наполняем свою жизнь плоскими или даже эстетическими удовольствиями, но в конечном итоге и это нас присыщает, поскольку чудесные силотворения, живущие внутри нас, не находят выхода. Когда мы стареем, наши физические чувства притупляются и на первый план выходит духовный мир. Если мы его не подпитывали и не развивали, то сомнение и терзание – вот наш удел. Человек не может достичь своей цельности как на духовном, так и на физическом уровне, если не познает свое истинное Я и не понимает свои связи с вечностью. Мы учимся жизни очень медленно, в основном через боль. Знание и опыт достается нам нелегко. Боль беспокоит нас тогда, когда мы ошибаемся, и страдание заставляет нас вернуться на правильный путь. Харель Джибран писал «Значительную часть вашей боли вы выбрали сами. Это горькое снадобие, которым врач внутри вас речит заболевшую часть вашего Я. Поэтому доверьтесь врачу и пейте его лекарство молча, безропотно». Пока мы не поймем, что боль является всего лишь сигналом того, что произошло отклонение от пути истины, мы будем страдать в борьбе с болью, продолжая принимать ее за конечную реальность и тем самым приумножая ее в своем опыте жизни. В нашем сознании заключается возможность наполнить себя энергией, процветанием и радостью, снять внутренние барьеры своей отдельности и почувствовать связь с совершенством единого. Любая боль, физическая или эмоциональная, происходит из-за ошибок мышления. Но как же это осознать? Видимо, путем наблюдения и анализа. Помните, умный человек учится на своих ошибках, а мудрый на чужих. Чрезмерная увлеченность физическими удовольствиями свидетельствует об эмоциональной неустойчивости. Страхи, тревоги, ненависть и неуверенность заселяют подсознание того человека, который, разрываемый собственными демонами, доходит до алкоголизма, обжорства, фанатичного приобретательства или иступленного удовлетворения любых физических потребностей. Но если человек постиг свой центр осознанности, ему присуще спокойствие и умеренность во всем. Его душу не разрывают губительные эмоции, ибо он умиротворен, пребывая в божественном сознании. Никакие суетные страхи и сомнения не беспокоят его, ибо он видит вечность. Он не знает отчаяния, ведь он понимает жизнь и сливается с ней, спокойно выполняя свое предназначение. Если в его теле поселится болезнь или недомогание, он обратит взор внутрь себя, чтобы увидеть совершенство своей истинной сущности, и тогда его тело восстановится. Неизлечимых болезней нет. Есть вечный вселенский закон. Идеи становятся вещами и явлениями. Это закон проявления единого сознания, которое не знает никаких ограничений. Поэтому неизлечимых болезней просто не существует. Вечный закон на то и вечный, что работает всегда. Он пронизывает все то абстрактное нематериальное пространство, из которого берут свое начало вещи и явления. Заболевание появляется из идеи, помещенной в едином сознании. И также оно уходит, когда эта идея отвергается. Но если медицина не находит лекарства или метода против какого-либо заболевания, его называют неизлечимым. однако где-то есть причина, и эту причину можно найти и уничтожить. С каждым годом врачи все больше убеждаются, все, что происходит в нашем теле, имеет непосредственную связь с тем, что происходит в нашем сознании. Идея начала всего, и ее можно изменить. неизлечимым. поскольку нет ограничений для идей и неисчерпаемой силы единого сознания, значит, неизлечимых болезней не бывает. Мы должны ясно понимать, что мир в точности таков, каким мы его себе представляем. Это же относится и к нашему телу. И чем выше уровень нашего сознания, тем сильнее в нем идея совершенства, избавляющая нас от таков ограниченности и делающая возможным абсолютно все. В тот момент, когда мы называем что-то невозможным, мы делаем это невозможным для нас. Мы отказываемся от того, чтобы Бог проявил это через нас. Но человек, постигший истину, имеющий веру, не отделяет себя от божественного сознания и позволяет ему творить все, о чем сам хочет думать. Человек говорит о невозможности чего-то только потому, что имеет достаточно глупости, чтобы ограничивать Бога. В нас живет совершенный дух, стремящийся проявиться как совершенное здоровое тело. Наша задача только верить. От любой болезни можно излечиться посредством мышления, расширяя свое сознание до уровня вселенского сама, исцеления силой мысли. Каждый человек, который жалуется на плохое здоровье, страдает от определенного заболевания. Оно является результатом того, что в сознании человека существует некий барьер, идея или заблуждение. Поэтому исцеление силой мысли направлено не на тело, а на сознание. И это очень важно, поскольку нельзя избавиться от последствий, если не искоренить причину. А причина всегда в сознании. Любые недуги – это только следствие. На то, чтобы установить точную связь между конкретными болезнями и их конкретными психологическими причинами, могут уйти годы. Однако для исцеления силой мысли нам не понадобятся таблицы с указанием эмоциональных нарушений и связанных с ними физических недугов. Все имея свое начало в источнике совершенства. И нужно только добраться до этого источника, чтобы совершенство проявилось через наше тело. Иисус говорил, «Так будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный». В этих словах заложен принцип исцеления любых заболеваний. Признать и принять совершенство своего Духа. Единое сознание не имеет никаких своих желаний. Оно не желает лишить наше тело, заложенное в нем функциональности. И только наше восприятие самих себя порождает болезни. Если мы постигли совершенство своего Духа, то мы будем совершенны и на физическом уровне. Вы настоящий, это не ваше тело. Человеческое тело бесконечно малое пристанище Духа во времени и пространстве. Истинная сущность человека нематериальна, пребывает на уровне Духа и Сознания, не знает пространственно-временных границ, бесконечно в своей силе и способности знать и творить. Когда вы признаете и принимаете свою духовную сущность, вы постигаете бессмертное Я, Само, и тогда ваше тело не болеет, ибо оно совершенна. Таким образом, все болезни можно лечить как одну болезнь, которая является всего лишь ограничениями в мышлении, ошибками, транслируемыми в единое сознание. Нужно избавляться от болезни, отрицая истинность ее существования, и подпитывая мысли о совершенстве духа, из которого все берет свое начало. Совершенная любовь изгоняет страх, а совершенная вера изгоняет физические недуги. Человек, имеющий совершенную любовь, совершенное знание или совершенную веру, это большая редкость. Мы находимся в самом начале пути, средуя которому человечество достигнет высот расширяющегося сознания. Нам пока еще трудно шагнуть далеко за пределы своего понимания. Мы находимся на пересечении измерений, с восхищением глядим на необъятность пространства и времени, размышляя о песчинках своих жизней на бескрайнем побережье бытия. Но завеса тайна приподнята и свет уже здесь. Мы видим, что сознание и дух бессмертны и бесконечны и являются первопричиной всего. И пусть предстоят еще целые эпохи, прежде чем человечество придет к единству с Богом. Если цель будет достигнута, значит все не напрасно. Мы все часть одного сознания, и наше бытие протекает там, где пространство и время не значат ровным счетом ничего. Но уже сейчас мы можем обращаться к единому сознанию, понимая, что в каждом из нас живет вечный сейчас, и великий Творец являет нам это сейчас в точности таким, каким мы его представляем. И если мы найдем и примем в себе духовное совершенство, оно явится нам в совершенстве нашего тела. Так что основой исцеления служат нашей вере и убежденность в истинности только духа и сознания. Не нужно думать о невозможности или тратить время на мысли о том, чего мы не хотим. Мы должны искать моменты осознанности, направляя взгляд глубоко внутри себя, своему духу, чтобы познать его совершенство. И то, что мы увидим, вернется нам. Постигая свой центр осознанности, царство небесное внутри нас, мы становимся здоровыми. Обычно те, кто отрицает возможность исцеления силой мысли, говорят, что таким образом нельзя срастить сломанную кость, и следовательно, идея о таком лечении – это полная чушь. Срастить кость силой мысли возможно. Если этого еще никто не сделал, значит, мы не достигли достаточного понимания своей духовной силы. И пока у нас нет такого понимания, мы будем обращаться к хирургам. Мы также пока не можем силой мысли успокоить воспалившийся аппендикс или избавиться от рака, поэтому нам необходима медицинская помощь. Тем не менее, от любых заболеваний, в том числе неизлечимых, как они пока называются, можно избавиться силой мысли. Придет время, когда человек в своем развитии достигнет такого уровня сознания и понимания, что сможет победить все болезни. Противники идеи лечения силой мысли также утверждают, что жизнь это всего лишь конкурентная борьба, в которой выживают наиболее приспособившиеся виды. Они указывают на то, что все организмы являются звеном в пищевой цепочке, и человек служит, например, пищей для многих паразитов. Так что с этой точки зрения жизнь подразумевает болезни. Если так подходить, то Богу стоило бы остановиться на амебе, потому что дальше ничего принципиально нового с этих позиций не произошло. И как минимум странно рассматривать человека только в свете его биологического вида. Эволюция это процесс, в ходе которого индивидуальное сознание развивается и расширяется в поисках тождественности с Богом. На первой стадии главной задачей каждого индивидуума является сохранение жизни, и это естественным образом приводит к тому, что выживает наиболее приспособившийся. На второй стадии происходит осознание себя и своей связи с другими. На первый план выходят любовь и сотрудничество, которые вытесняют конкуренцию и уничтожение слабых. На третьей стадии сознание расширяется до уровня единого сознания. Это тот шаг, к которому человечество готовится сегодня. В будущем люди смогут видеть сквозь пространство и время, по-настоящему понимая, что физический мир – это лишь незначительное проявление необъятной реальности бесконечного. Такое сознание правит миром, ведь мир оказывается именно тем, что воспринимает это сознание. И болезни, берущие свое начало в едином сознании, можно будет уничтожить, просто отвергая идею о них. И сказала Иисус сухорукому «Протяни руку». Тот протянул руку, и она тотчас же выправилась и стала здорова, как другая. Нам иногда кажется невероятным тот факт, что некто, живший 2000 лет назад в Аграрной Палестине, смог достичь уровня вселенского сознания, к которому мы до сих пор отчаянно стремимся в наш относительно просвещенный век. Однако нет никаких сомнений, что Иисусу была открыта истина. Каждое его слово и действие наполнено высшим знанием. Посредством иносказания своих деяний он объяснял и показывал то, что видел сам. Но люди, разрываемые земными страстями и погрязшие в политических распрях, духовно не были готовы к тому, чтобы принять истину. И только сила просвещения, заложенная в беседах Иисуса, позволила им сохраниться до наших дней, чтобы явить нам чудо знания. Иисус был одним целым с едином сознанием. Когда он смотрел на больную руку, в его восприятии она была здоровой и рука выздоравливала. То, что воспринимается на уровне единого сознания, получает физическое воплощение. Но именно наше сознательное мышление формирует призму, через которую мы воспринимаем мир. И хотя мы не достигли того уровня сознания, каким обладал Иисус, мы можем исцелять силой мысли через свою веру в совершенство духа и всеохватывающую любовь. Болезнь это сила негативной мысли, заблуждения или иллюзии, в которой пребывает сознание. При исцелении силы мысли мы отделяем ложное от истину. С помощью веры и убежденности мы посеряем в своем подсознании образ физического совершенства, здоровья и энергии. Принцип существования заключается в том, что мысли становятся вещами и явлениями. Это закон, и мы не можем с ним спорить. Более того, мы не должны в нем сомневаться. Кто-нибудь из ваших друзей наверняка спросит вас, что же ты не ходишь по воде, если так веришь во все эти штуки с сознанием? И естественное, что можно на это ответить, это именно то, к чему я стремлюсь. Ведь перед каждым из нас стоит выбор – ходить по воде или тонуть, управлять своей жизнью или отчаянно бороться за каждый вдох. Когда вы практикуете исцеление силой мысли, для вас важны только две вещи – идея и убежденность. Все остальное – это принцип творения, заложенный во Вселенной. Принцип, который действует всегда. Транслируя свою убежденность в совершенстве духа, вы всего лишь используете вечный закон творения, по которому ваши мысли, подкрепленные верой, реализуются в физическом мире. И это не имеет никакого отношения к суевериям или оккультизму. Мы говорим о непреложном законе, единственной настоящей реальности, вне которой нет бытия. Поскольку причиной болезни является состояние ума, то в первую очередь необходимо избавиться от этого состояния. Человеку необходимо абстрагироваться от своей вечности и отдаться божественному, единому сознанию. Нужно отпустить себя вместе со всеми своими сомнениями, чтобы полностью раствориться в своей истинной сущности, позволить себе слиться с вселенским сознанием, стать с ним одним целым. исцелять силой мыслей себя или другого человека можно только тогда, когда вы не знаете страхов, не помните боли и не колеблитесь в своей убежденности. Страдания, которыми мы мучаемся и терзаемся на эмоциональном уровне, это мины, заложенные в нашем подсознании. Наступает момент, когда мы на них подрываемся и в результате уже страдает наш организм. Высокое давление, артрит, диабет, рак, проблема с сердцем или легкими, все это появляется в силу воздействия того яда, что купится в подсознании видеоустойчивых мыслей и транслируется в единое творящее пространство. Нужно отпустить свои страхи, чувство вины или растерянности, забыть о гордыне и убрать с дороги свое эго, растворить все это в бесконечности. И тогда мы станем свободны, тогда нас ничто не будет отделять от красоты и совершенства Вселенной. Бог всегда там, где мы есть и отвечает нам так, как мы воспринимаем его. Он является нашим бесконечным невидимым измерением, проекцией которого неизбежно становится наше тело. Способность исцеления силой мысли идет от возможности погрузиться глубоко внутрь себя, чтобы найти там бесконечность и отдаться ей, принять ее, полностью довериться ее совершенству. Если вы хотите вылечить себя или кого-то еще, помните, что вы работаете с сознанием, а не с телом. Вы действуете через свою убежденность в совершенстве. Вы позволяете этой убежденности охватить весь свой мир, транслируете ее в единое сознание, полностью доверяясь ему. Когда вы лечите другого человека, то работайте с тем же самым сознанием, ведь оно едино, но при этом вы действуете через свои мысли. О совершенстве духа и тела человека, которого вы хотите вылечить, думайте вы, не он. Не старайтесь воздействовать на его мышление, просто транслируйте свое восприятие этого человека. Вы отправляете свои мысли в единое сознание, и оно уже воздействует на того, кого вы лечите. Таким образом, на кого бы ни было направлено лечение силой мысли, на самих себя или на другого человека, воздействие происходит по одному и тому же принципу. Различие лишь в том, что когда вы лечите кого-то другого, то местоимение «я» в ваших мыслях заменяется на она или он. В любом случае, вы всегда работаете со своим мышлением и транслируете свои идеи в единое пространство. Если вы хотите восстановить здоровье другого человека, то должны уметь видеть и принимать его духовное совершенство как абсолютную реальность. Только когда вы будете способны на это, лечение окажется успешным. Психологические причины заболеваний Ниже приводится краткое описание психологических предпосылок, обуславливающих развитие наиболее часто встречающихся заболеваний. Это поможет вам эффективно проводить самолечение посредством изменения своих мыслей. Головная боль Основным состоянием, предопределяющим появление регулярных головных болей, является растерянность, которая чаще всего вызвана подавлением каких-то эмоций, связанных с личными взаимоотношениями. Если боли сопровождаются головокружениями, это говорит о чувстве незащищенности. Не бойтесь посмотреть своим чувствам в глаза, чтобы затем абстрагироваться от них и освободить свое подсознание для любви, которая движет вселенной. Ищите свой центр осознанности, абсолютно отстраненный от эмоций точку сознания, где всегда царит спокойствия. Утомление Когда энтузиазм покидает нас, мы попадаемся в ловушку бессилия, которая сковывает нас изнутри. Радость и энтузиазм появляются там, где дух и сознание не застаиваются, стремясь к бесконечному развитию. Когда мы ограничиваем свое мышление и не готовы взглянуть на мир по-новому, принять к рассмотрению непривычной для себя идеи, тогда мы останавливаемся в своем развитии и все время находимся в оппозиции к жизни, что приводит к хронической усталости и на духовном уровне к состоянию литургического сна. Направляйте свои мысли на постижение мира. Расширяйте свое сознание, чтобы увидеть то, что кажется вам привычным и понятным совершенно с другой точки зрения. И во всем ищите радость. Наслаждайтесь процессом познания. Для Бога нет никаких ограничений, нет ничего невозможного. И через вас он выражает себя. Нарушение пищеварения. Проблемы с желудком чаще всего появляются у людей с повышенным чувством личной ответственности. Как правило, у людей, привыкших во всем полагаться только на себя, развивается повышенная кислотность или даже язва желудка. Их нежелание принять свою жизнь как часть единого пространства, отрицание своей внутренней бесконечности приводит к тому, что организм не принимает пищу как минимум без неприятных ощущений. В таком случае необходимо развивать в себе доверие к Богу, культивировать внутреннее спокойствие, основанное на том, что вы поручаете свои дела тому, на кого можно и нужно положиться. Практикуйте релаксацию, учитесь принципу «отпусти и Бог с ним». Примите идею о том, что Дух совершенен во всем и в мыслях и в делах. Запоры. Страх парализует нас. Он является причиной отсутствия движения, что часто приводит к запорам. В одних случаях страх выражается в жадности, в нежелании расстаться с чем-то. В других случаях страх – это уверенность в невозможности чего-то, что развивает внутренние ограничения. Так или иначе, но страх порождает скоплений в кишечнике, которые не могут быть выведены в силу отсутствия необходимого для этого движения сокращения мышц. Страх – это вера в отрицательном ее выражении. Развивайте позитивное мышление, чувство уверенности в хорошем исходе. Ведь вы едины с Богом, и Бог всегда с вами. Он безошибочно направляет вас к цели. Не принимайте негативные мысли. То, что не существует в вашем сознании, не коснется вас и в физическом мире. Ожирение. Люди толстеют, когда слишком много едят. Это чаще всего происходит из-за того, что они не могут удовлетворить какие-то свои желания и находят утешение в поглощении пищи. Чувствуя вкус еды, они достигают временного ощущения комфорта. Но неудовлетворенность людей идет от того, что они думают о своей ненужности, бесполезности, недостижимости каких-либо целей. Если человек утратил веру в силу своего духа, он направляет свою энергию на физическое удовольствие вместо того, чтобы использовать ее для достижения чего-то значимого. В таком случае необходимо искать свой центр осознанности, где есть совершенный порядок, совершенная красота, совершенный баланс и чувство меры. воспринимайте пищу как дар, как символ любви. Потребляйте ее спокойно и медленно, с чувством уважения к этому дару. Бог это любовь, который живет в вас во всем своем совершенстве. Бессонница Во время сна мы растворяемся в едином сознании. Если мы не можем уснуть, значит мы слишком сконцентрированы на материальном мире и сильно беспокоимся о том, что в нем происходит. Наше сознательное мышление отказывается на время отпустить бразды правления, поскольку привыкла слишком ограничивать подсознание. Но дело в том, что физический мир это всего лишь череда физических результатов, того, что происходит в нашем подсознании. Нельзя изменить эти результаты, боясь непосредственно с ними. Нужно действовать через сознание, которое их порождает. Поэтому, если вы станете концентрироваться на своих тревогах, это ни к чему хорошему не приведет. перед сном старайтесь установить контакт со своим центром осознанности. Стремитесь к умиротворенности, практикуйте релаксацию. Истину реальности несет только мир духа, который вы всегда можете найти в себе. Абстрагируйтесь от насущных проблем и устремите свой взгляд во внутренние пространства бесконечности, алкоголизм и другие виды зависимости. Алкоголь и наркотики – это коварная ловушка для тех, кто пытается убежать от так называемой реальности. В подсознании таких людей, как правило, существует некий образ, который вызывает отвращение или боль. и рождает стойкое желание не видеть этот образ, скрыться от него за пеленой алкогольного или наркотического опьянения. Человек сам формирует этот образ и может его изменить, но слишком верит в реальность созданных собой чудовищ и спасается от них непрестанным бегом по тупиковому лабиринту алкоголизма, наркомании или другой зависимости. Чтобы справиться с подобного рода недугами, необходимо прежде всего избавиться от чувства вины и сбросить себя в время ошибок. В вас живем Бог, и Он не знает вины. Ошибки нужны для того, чтобы учиться. И каждый день это новый старт с безоблачной перспективой, если вы смогли простить себя. Частые простудные явления. Неразрешенные психологические конфликты и подавленные эмоции приводят к снижению иммунитета, вследствие чего человек подвержен частым простудам. О таких конфликтах обычно свидетельствуют депрессивные настроения и мрачный взгляд на мир. Сила творения, живущая в нас, требует того, чтобы мы либо приняли решение, либо отпустили проблему и перестали о ней думать. Если же в своих мыслях мы постоянно возвращаемся к какой-то проблеме, но не можем принять решение, то возникает внутренний конфликт. Это отнимает энергию, подавляет дух и в итоге снижает иммунитет, в результате чего человек постоянно простужается. Кроме того, здесь могут работать наши предубежденности, касающиеся климатических условий. Если человек постоянно думает о плохой погоде и холодном ветре, то своими мыслями он настраивается на простуду. Необходимо искать ощущение гармонии и совершенства единого сознания. Для каждой проблемы решение найдется, если вы доверитесь великому само и перестанете беспокоиться. Не позволяйте напряженности проникнуть в ваши мысли. Культивируйте ощущение спокойствия и подпитывайте уверенность, что все разрешится самым лучшим образом. Стремитесь увидеть в себе совершенный дух, который всегда пребывает в умиротворении, высыпания и новообразования на коже. Семя прорастает в темноте, так и наши чувства вины пускают корни во мраке незнания. Мысли о расплате, постоянное самобичевание отделяют человека от великого сама, искажают сознание и на физическом уровне проявляются виден новообразований и высыпаний на коже. В таких случаях нужно стремиться почувствовать свое единство с вселенским сознанием, забыть о чувстве вины и отпустить мысли о своих прикрешениях. Паралич. Идея об ограничении себя, о невозможности чего-либо, часто выражается в параличе, потере чувствительности или снижении функций органов зрения, слуха и обоняния. Нужно помнить о том, что для единого сознания не существует никаких ограничений. Оно никогда не дает отказа. Практикуйте медитации и регулярно восстанавливайте связь со своим центром осознанности. Проблема с сердцем Работа сердца тесно связана с целью. Когда человек ставит перед собой цели на духовном, а не материальном уровне, тогда сердце работает без сбоев. Проблема начинается там, где нет выражения духовного начала. Чаще всего сердечно-сосудистые заболевания возникает у людей, придерживающихся материалистических взглядов, которые видят свои цели, стремления и желания только как явления физического мира. В таком случае нужно развивать в себе духовную наполненность, стараться увидеть себя в единстве с Богом, научиться доверять Ему, и тогда истинные цели наполнят энергией ваше сердце. Уделяйте внимание медитациям и контакту со своим духовным началом, который не знает ни рождения, ни смерти, ни возраста. Всю Вселенную охватывает одно совершенное сознание или один дух. Он всегда стремится выразить себя через каждого из нас. Поскольку нам сложно избавиться от личностного восприятия или своего эго, мы с трудом постигаем сознание великого Вселенского Я. И толком не можем видеть, откуда мы пришли, куда уйдем и даже где находимся сейчас. Поэтому огромный мир кажется нам неприветливым и непонятным, что рождает в нас массу психологических конфликтов. В условиях ограниченного восприятия у нас формируются страхи, негативные эмоции, отрицательная настроенность к жизни, апатия. И все это выражается в несовершенстве тела. Но от любых болезней и недугов можно избавиться посредством медитации и контакта с центром осознанности. Лечение силой мысли это постижение Божьей любви и использование неограниченной силы совершенства единого сознания. Основные идеи Болезни берут свое начало в сознании и являются результатом заблуждений. Дух совершенен. Тело только в проявлении Духа. Оно утрачивает заложенное в нем совершенство под влиянием идеи, отрицающей это совершенство. Любовь это вечная исцеляющая сила. Тело представляет собой идею помещенную в единое сознание. Нет несовершенных тел, есть только несовершенные идеи. Эго порождает негативные эмоции, которые служат основой заболеваний. Необходимым условием для здоровья является наличие цели на уровне Духа. Именно такая цель сохраняет функциональность и целостность всего организма. физические упражнения сами по себе не являются гарантией здоровья. Нормальная работа организма происходит там, где есть интерес к жизни, воодушевлении, созидательное стремление ума и сердца. различного рода зависимости свидетельствуют о присутствии психологического конфликта. Боль сообщает нам об ошибке и таким образом является своеобразным учителем. Однако мудрый человек учится на чужих ошибках. Фокусируйте свое внимание на внутреннем мире и старайтесь во всем проявлять умеренность. Исцеление силой мысли направлено не на тело, а на сознание. Все болезни нужно лечить через убежденность в совершенстве духа, живущего в каждом из нас. Поскольку мы еще не достигли того уровня сознания, который позволил бы нам, например, сращивать словные кости, нам пока необходимо обращаться к хирургам и другим медицинским специалистам. Исцеление силой мысли основано на использовании вечного вселенского закона. Лечим не мы сами. Утверждая совершенство духа, мы просто полагаемся на закон превращения мыслей в вещи и явления, по которому тело, как проявление духа, восстанавливает свое совершенство. Когда вы лечите силой мысли кого-то другого, вы работаете со своим сознанием, думая о духовном совершенстве этого человека. Вы не должны воздействовать на его сознание. За каждой болезнью, поражающей тело, стоит идея, пораженная негативом. Все обусловлено нашим сознанием. И чтобы быть здоровым, нужно уверенно мыслить в совершенство духа. Все барьеры, отделяющие нас от жизни в здоровом теле, формируются сознательным мышлением. Нам мешает его ограниченность и предубежденность. Именно оно скрывает в подсознании болезненные воспоминания, которые так или иначе приводят к недугам. Но единое сознание не знает границ в своей силе действий. Если человек отпускает свое эго и растворяется в бессмертном «я» или «само», живущем в нем, он движется навстречу совершенству и умиротворению. И помните, главная целительная сила это любовь, ибо именно она является основой основ. Десятая медитация мое тело это отражение моего восприятия себя. Я настоящий это дух и сознание, которые невидимы. другие не могут видеть меня, они лишь смотрят на мое тело. И только я знаю себя истинного. Это знание возвращается ко мне, выражаясь в окружающих меня вещах и явлениях. и отражаясь на моем здоровье. Я утверждаю, что мой долг совершенен. Я есть одно целое с великим само или я вселенной. Его энергия пронизывает все мое существование, избавляя меня от любых физических недугов и восстанавливая все функции моего организма, который стремится к гармонии. все мое существование это бытие духа. мое понимая понимая эту истину я возрождаю свое тело к новой прекрасной жизни. совершенство моего тела не знает болезней. Для меня здоровье это реальность. Я доверяюсь мудрости единого сознания. моя жизнь является выражением великого замысла, который реализуется через мое тело и отражается на окружающем мире. Для моего сознания нет барьеров или ограничений. вокруг меня гармония, созидательная сила, энергия и процветание. Мое сердце открыто для любви, которое пронизывает каждый атом моего тела. любовь придает моему телу силу и красоту и координирует работу всех органов и систем. Стирая границы своего сознания, избавляясь от негативного мышления, я исцеляю свое тело. В моем центре осознанности не существует времени и смерти. Это вечный дух, совершенный в своей красоте и силе. Эта духовная наполненность проявляется в моем теле и моих делах. Если я не могу с чем-то разобраться, я не беспокоюсь и доверяю эту проблему единому сознанию, который знает все и найдет наилучшее решение. Мои мысли не являются реакцией на окружающий мир. они являются моим осознанным действием. Я никогда не буду жертвой обстоятельств, поскольку все в моей жизни происходит из моих мыслей, созвучных с Великим Духом, который живет во мне. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok